Доброе утро, ребята! Приветствую вас на торговой сессии среды. Давайте возвращаться на финансовые рынки. Традиционное начало – это анализ динамики рубля и поведения нефти. Хотя можно еще отметить, что с сегодняшнего дня наши брифинги будут разнообразиться еще и дополнительные акции. В ходе брифинга я назову кодовое слово. Соответственно, если вы произнесете его вашему менеджеру, вы получите дополнительный бонус на пополнение. Поэтому внимательно слушайте и смотрите нас. Что, открывайте графики USDRAP. На каком уровне вчерашняя торговая сессия? Где закрылся рубль против доллара? 50. В любом случае, рядом с 54 и на самом деле держимся рядом с этой отметки уже довольно-таки давно. Что касается новостного фона, тут нужно делать ставку, конечно же, на поведение нефти. Параллельно посмотрите на Brent. Вчерашняя торговая сессия восстановительная, поскольку Brent у нас мог добраться до уровня 64,5. Чуть-чуть остается до 65, но не думаю, что сейчас у нефтяного актива будут все предпосылки для позитива и закрепления выше этой отметки. Что касается вчерашних торгов, что же стало фактором причины для укрепления нефти? Вы знаете то, что вчера были опубликованы данные по запасам нефти в США. Сначала это частная, конечно же, оценка от API. Сегодня официальные данные, но согласно частной оценке API запасы нефти в США снизились на 3,2 миллиона баррелей. Поэтому, если и сегодняшний отчет подтвердит снижение запасов, это будет уже, по сути, восьмая неделя подряд, думаю, что локально еще нефть сможет получить поддержку. Но что касается стратегических взглядов, я, наверное, снова повторяться не буду. Вы прекрасно знаете, что у нас ключевая фундаментальная идея касается именно разбалансировки спроса и приложений. И здесь пока с этим никаких изменений нет. Еще дополнительным фактором роста нефти вчера можно обозначить дополнительную премию за риск, которая закладывалась в этот актив. И произошло это в связи с усилением напряженности в отношениях между Россией и Соединенными Штатами Америки. Думаю, что вы все следили за новостным фоном и знаете то, что вчера Соединенные Штаты Америки сообщили о том, что будут увеличивать поставки вооружения в Евросоюз для того, чтобы противостоять угрозам безопасности. Точнее, помогать им противостоять угрозам безопасности. И, разумеется, параллельно с этими комментариями были сделаны дополнительные такие жесты в сторону России о том, что российская экономика, в принципе, Россия представляет одну из таких угроз. Разумеется, будем надеяться на то, что отношения между Россией и Западом со временем потеплеют, но на фоне вот этих сообщений мы знаем то, что Европейский Союз еще и продлил санкции против России до 31 января 2016 года. Пока все-таки констатируем риски, плохие отношения и, скажем, отсутствие оснований, кроме, наверное, надежд на то, что эти отношения могут быть улучшены и потеплеть, в принципе. Если есть такие геополитические риски, если новостной фонд в целом касательно российской экономики больше создает негативную ауру, то, соответственно, для российской фонды и для рубля это больше такой же новостной фактор потенциального давления. Что касается динамики российской валюты, вы прекрасно знаете, что сейчас фактически уже стартовал налоговый период. В этот раз он совпал не только с окончанием месяца, но еще и с окончанием практически квартала. Значит, можно ожидать достаточно неплохой спрос на рублевую ликвидность через продажу и экспортные выручки. И, по предварительным данным, налоговые обязательства со стороны российских экспортеров в этом году могут варьироваться, точнее, не в этом месяце, от 550 до 750 миллиардов рублей. Приличная сумма, поэтому в целом можно ожидать, конечно же, локальной поддержки для позиций рубля. И мы отмечали как раз налоговый период как позитивный фактор, который может поспособствовать движению пары USDRAP в район 53. Но больше, наверное, вряд ли, поскольку все-таки мы ожидаем возобновления коррекционного движения нефти и закладываем возможность коррекции нефти еще в потенциальное усиление позиции американской валюты, в том числе по причине геополитических рисков и неопределенности в Греции. И еще раз возвращаю вас к идее о том, что в случае укрепления доллара, это абсолютно очевидно сейчас происходит, нефть все-таки будет испытывать большее давление. Поэтому в целом давайте подытожим результаты, наши ожидания по нефти и паре USDRAP. Нефть у нас, делаем ставку на сохранение коррекционного движения, какому уровню? Стратегическому, да, все правильно. 60, сколько ты сказал? 65, я делаю ставку на коррекцию, это 60, поэтому 65 это маловероятно, конечно же. Но в любом случае, если мы увидим тестирование сопротивления 65 долларов за баррель, это вряд ли будет серьезной позиционной идеей и вряд ли нефть может закрепиться выше этой отметки. По крайней мере, общий новостной фон этому пока явно не способствует. Тем более, если сегодня мы увидим и по факту статистики, что запасы не снизились, а увеличились, это еще большее давление на позиции нефти. Что касается рубля, здесь налоговый период, давайте отдадим ему должное, пусть оказывает поддержку рублю. И сейчас делаем ставку на движение пары USDRAP как раз в район 53. После того, как налоговый период уйдет с повестки дня, переключимся уже на другой новостной фон, предполагающий возможности и вероятность ослабления рубля. Идем дальше. Евро-доллар, откройте графики, посмотрите. Актуальные котировки, учитывая то, что на азиатских торгах мы подросли, это 1,12 небольшим, наверное, уже, да? 1,12, может? В общем, 1,12. Хотя, если подытожим вчерашнюю торговую сессию, это стремительная разгрузка, которая снова вывела главный валютный риск, скажем, в число ключевых и основных аутсайдеров рынка, поскольку за одну торговую сессию евро, доллар и, прежде всего, европейская валюта вчера потеряла примерно 150-170 пунктов. Что касается оснований, разумеется, все внимание трейдеров сейчас приковано, конечно же, к греческому вопросу. Все участники рынка, это рынок Форекс, это и фондовый рынок, это и производные финансовые инструменты. Динамика напрямую будет зависеть от того, какой же исход, скажем, станет реальностью по греческому противостоянию с тройкой международных аккредиторов. Напомню, что сейчас действительно жизненно важным для Греции является достижение соглашения, потому что им необходимо заручиться поддержкой доп. финансовой ликвидности со стороны Европейской комиссии, ЕЦБ и Международного валютного фонда. В свою очередь, тройка готова предоставить это финансирование только в том случае, если Греция будет реформировать экономику, пойдет на те уступки, которые, скажем, обозначаются со стороны тройки и выполнит те требования, которые закладываются в основу этого соглашения и этой сделки. Сегодня состоится очередная встреча между представителями Греции и еврочиновниками. Очередной, скажем, экстренный саммит, роль которого весьма определяющая для Греции. Если посмотрим на настроение, то, в принципе, большинство еврочиновников склоняются в пользу того, что сегодняшнее заседание будет весьма результативным. И вполне возможно, что соглашение будет достигнуто уже в рамках сегодняшней торговой сессии. Но, на самом деле, в последние несколько недель мы уже неоднократно слышали даже, может быть, о еще большем оптимизме, поскольку ожидали подобного соглашения и по итогам прошлого саммита ЕС в прошлый четверг и в этот понедельник. Но все равно возможность компромиссного решения и его достижения откладывается. И, как следствие, на рынке мы его пока не видим. Еврочиновники разделяют позитив, но в целом мы все прекрасно понимаем, что между сторонами имеются еще серьезные разногласия, пропасть, отсутствие взаимопонимания. Но если среди вас есть оптимисты, то, соответственно, наверное, нужно делать ставку на то, что соглашение будет достигнуто в самое ближайшее время. Если Греция сегодня не сможет договориться с тройкой корректоров, останется четверг и пятница. Это уже последние даты, последний шанс для греческого правительства все-таки убедить тройку корректоров в том, что они готовы реформировать систему и налогового законодательства, и пенсионную систему, готовы идти на те уступки, которые были обозначены с их стороны. Но, на самом деле, сейчас пока рисков больше на то, что этого мы по факту так и не услышим. Поэтому следим за Грецией. Еще, мне кажется, важным моментом является тот факт, что, если порассуждать на случай негативного сценария, вы знаете то, что если Греция не сможет договориться с тройкой, то, соответственно, она не сможет получить ликвидность для исполнения своего долгового обязательства 30 июня перед Международным валютным фондом на какую сумму? 1,6 миллиарда евро. Очень много. Напомню, что 5 июня Греция не смогла даже перечислить на счета Международного валютного фонда 300 миллионов евро. Сейчас речь идет о более объемлющей сумме, и, разумеется, без финансирования, без потенциальных источников фондирования эти средства они найти не смогут. Поэтому давайте рассуждать дальше. Если Греция не достигает соглашения, если не сможет обеспечить финансирование своего долгового обязательства, то Европейский центральный банк в тот же день начинает перекрывать каналы экстренного финансирования для греческой банковской системы и отказывается поддерживать их, скажем, финансовую составляющую. Напомню, что для греческой банковской системы поддержка со стороны ЕЦБ – это единственный источник ликвидности, который позволяет им сейчас держаться на плаву. За последние 7 дней Греция уже 4 раза обратилась за выделением дополнительных средств, необходимых для поддержания банковской системы. Почему? Потому что вы прекрасно знаете, что даже если отмотать на неделю назад, практически каждый рабочий день население выводило из банков по 700-800 миллионов евро. В понедельник Греция была вынуждена пойти даже на экстренные меры, обозначив то, что максимальный лимит снятия сейчас не может превышать 3000 евро за сутки. Депозиты уходят, и, разумеется, банки сталкиваются с кризисом ликвидности. Для того, чтобы продолжать обеспечивать свои обязательства перед вкладчиками, необходимы деньги. И тут на помощь приходит Европейский центральный банк. Поэтому вы прекрасно понимаете, если ЕЦБ решит больше не поддерживать в формате экстренного кредитования, все, там, к сожалению, можно будет ожидать только самого настоящего краха. Минимум, на что вынуждены будут пойти греки, это вести ограничения на движение капиталов. Но мне кажется, если эта мера будет принята, она может оказаться последним гвоздем в крышку греческого гроба. Риски серьезные, ребят. Я еще раз сделал акцент на то, чтобы вы понимали, насколько, в принципе, ситуация в Греции сейчас очень важна для перспектив. Большинство активов мы ориентируемся в плане трейдинга по евро. И пока все-таки есть одни лишь ожидания, фактов касательно того, что соглашение будет достигнуто сегодня. Я предлагаю вам, руководствуясь, опять же, опытом последних саммитов, пока не делать активную ставку на укрепление позиций главного валютного иска. Тем более, что все больше вероятности касательно того, что соглашение, если и будет достигнуто, то произойдет это в самую последнюю минуту. Если чисто теоретически грекам дали еще два дня, четверг и пятница, а до 30 июня у нас, получается, еще и понедельник-вторник будет, я думаю, что может оказаться и так, что эти дни также будут использованы для обсуждений и, соответственно, для еще большего нервирования рынков. Вчерашняя торговая сессия показала то, что риски серьезные. И в случае присоединения к идее, связанной с коррекцией евро, большего количества трейдеров на фоне фундаментальной картины, евро уже не может ничего противопоставить и начинает сыпаться вниз. Поэтому в случае, если мы сегодня получим какой-то дополнительный негатив, я думаю, что коррекция евро сможет продолжиться. И следующей целью выступит уже рубеж 1,1. Что касается пары доллар-японская иена, откройте, посмотрите. Вчерашний хай по этому тандему валютных активов 124.17, сейчас пара торгуется практически на уровне открытия. В целом, что касается американской валюты, вчера, наверное, стоит выделить два важных макроэкономических отчета. Это заказы на товары длительного пользования, по факту мы увидели 0,5% прироста, что касается ожиданий 0,6%. И, честно говоря, то, что этот отчет не дотянул до прогнозных значений, не стоит расценивать как серьезный фактор негатива. Почему? Потому что, если вы посмотрите, так же, как и с инфляцией, на прошлые показатели, вы сможете увидеть, что фактически отчет за прошлый месяц превзошел предыдущий показатель. Предыдущий показатель был на отрицательной территории, а сейчас у нас уже очевидный прирост 0,5%. Поэтому, в целом, это еще один позитивный фактор, который приближает нас к срокам повышения процентной ставки. И еще хочу отметить позитив по рынку недвижимости. Мы, кстати, в начале недели также констатировали реальный прогресс. Там сейчас были опубликованы данные по числу продаж нового жилья, и продажи выросли на 2,21%. Это максимальный показатель с 2008 года, то есть практически за 7 лет. И еще один позитивный фактор. Что касается комментариев вчерашних, то позвольте уделить ваше внимание, обратить ваше внимание на комментарии одного из весьма влиятельных членов ФРС. Это Пауза о том, что экономика, в принципе, готова к повышению процентной ставки. И если мы с вами присоединяемся к идее того, что ужесточение монетарной политики может произойти в этом году, и обозначаем это в качестве идеи, то Пауз отмечает, что повышение процентной ставки произойдет в сентябре, он будет всячески способствовать этому, а второе повышение уже в декабре. Поэтому двойной скачок ставок, ожидание того, что все больше монетарных членов склоняются в пользу того, что американская экономика на фоне очевидного восстановления готова к самому важному этому решению. Я считаю, что, в принципе, мы вооружены уже очень неплохой инвестиционной идеей по паре доллар-японская иена касательно занятия длинных позиций. И сворачивать, скажем, пути восходящего движения доллара сейчас не стоит. Продолжаем делать ставку на рост и снова возвращение в район 125. И еще хотел пару слов сказать про новозеландскую валюту против доллара. Откройте графики, посмотрите. После того, как несколько недель назад Резервный банк Новой Зеландии снизил процентную ставку, смягчил монетарную политику, мы увидели то, что этот валютный актив оказался под серьезным давлением. И, в принципе, это было вполне фундаментально обоснованно. Сейчас трейдеры продолжают сплачиваться вокруг этого тандема валютных активов, продолжая делать ставку на коррекцию новозеландца. И вчера мы увидели, как пара достигла уже, посмотрите, минимума за какой период. Не буду томить, это минимум за 5 лет. Или даже за 6. За сколько? Сразу не скажете? За 6. За 6. Ну, хорошо. По крайней мере, давайте остановимся все-таки на 5. За много лет. И, соответственно, этот нисходящий тренд сохраняется. Чем он сейчас подпитывается? На самом деле, ожиданиями того, что Резервный банк Новой Зеландии еще раз снизит процентную ставку по итогам заседания в июле. То есть остается еще несколько недель. Если это произойдет, то мы увидим еще более определяющее нисходящее движение и еще более глубокую коррекцию. Ниже уровня 0.60. На каком сейчас уровне торгуется пара? В общем, торгуется рядом с этими отметками. 60, 0.60 с небольшим. Или даже 0.60... 0.68? 0.68 в шаге. 0.68. В общем, для цели коррекционной, нисходящей, у нас достаточно большой запас потенциального движения. Если мы увидим сообщение о снижении процентной ставки по факту, значит, можно будет продолжать делать еще более серьезные основополагающие ставки на сохранение этой коррекционной тенденции. Поэтому новозеландский доллар против американской валюты еще одна очень интересная инвестиционная идея, которая сохраняет свой потенциал. Ну и что касается кодового слова, на сегодня это слово «баян», оно будет действовать до следующего брифинга. Напоминаю, что следует произнести его вашему менеджеру, и вы получите дополнительный бонус. Вопросы есть? Поскольку вопросов больше нет, большое спасибо за внимание. Ждем дополнительных вопросов на нашем официальном канале «Амаркетс». Оставляйте их под видео окном. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok